всех приветствую посмотрим сегодня что нам предлагает рынок товаров хочу взять цветы очень много видеть сейчас посмотрим уже все гладиолусы цветы все готовы и сейчас посмотрим что почему-то те какие гладиолусы огромные розы все 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 есть сейчас посмотрим что нужно цветущие сразу возьмем бархатцы это что такое отчиток какой-то это я вот не знаю что это такое флоксы всякие цветы сейчас интересно вы мне не знаю а он мужчина сейчас смотрим что есть это я берем красавцы еще а в основном не дурак они намного на и 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 Какие-то многолетние, говорят, цветочки уже цветут. Каншадан? На лошадь стакан бешес. Бешес? Эти розы при тесте, но я не знаю. Мне кажется, они южные. У нас расти точно не будут. Этот сейчас куплю. Герань, каншадан? Герань, каншадан? Бешес? Бешесе? Угу. Пятьсот. Ромашка, ромашка, белый лепесток. Сейчас. А, папоротник. Ну, папоротник можно, его садя, у меня палисадник есть, можно. А папоротник две тысячи. Ну, он этот, так, казан. Я в тигровую его, надо кремовый, это гвардонный. Лаванда, каншадан? Мы на свет колодок. Лаванда, каншадан? Объясни, а мунтинге, лево. Угу, казаккурия. Уже хризантемы, как цветут. Вот. Казар, нау-кан дай гуль? Колокольчик. Колокольчик? Как же ты? Да, мы не сидим. Сон, ты не многолетний? Многолетний? Многолетний. Многолетний, кумбакул. Ага. Ага. По слову себе? Нет. А герань кончатан? Да. Герань дай гуль. Ага. Сейчас. Ага. Колокольчик. Дорогие друзья, приветствую вас. Мои дорогие, как ваши дела? Здоровья, успехи. Ну, думаю, что у вас все прекрасно и хорошо. Сегодня была на рынке, в обед съездила. И, знаете, появился уже молодой картофель. Посмотрите, какой наипрекраснейший, какой крупный. Я не знаю, с каких, правда, это мест. Но пакет, я не знаю, сколько там килограмм, обошелся мне в три тысячи с копейками. Кто-то писал, кому ваши цены интересны? Зачем это вообще говорить? А вот и интересны. Вот. Поэтому, не знаю, получается, если даже там пять килограмм, ну, приблизительно так, пакет по ощущениям, то я не спрашивала, сколько вес пять килограмм. Ну, пусть, да, там по сколько выйдет, то тысяч. Ну-ка, разделите, девчонки. Если это три с копейками, да, это значит где-то по шестьсот тенге килограмм. Где-то так. Ну, дорого, дорого, но зато какая. Просто думаешь, где-то ж такое вырастили, это же вообще картофелище. Хотела, думала, на ужин котлеты, но сказали, не хотим котлеты, деловые вообще. А хотим, значит, просто на сливочном масле жареную картошку и салат. Ну, хорошо, почему бы и нет, мне еще проще. Поэтому пожарю сейчас картошку, вот эту молодую. И вот старая женщина пожарит молодую картошку. Нет, не знаю. Женщина в возрасте пожарит молодую картошку. Шучу, шучу, конечно же. Мы женщины прекрасны в любом возрасте. Всем моим подписчикам большое-большое спасибо за ваше такое душевное тепло в мой адрес, за такие прекрасные пожелания и прекрасные комментарии. Я вам того же желаю только в три раза больше то, что вы мне желаете. Как говорят у нас, у казахов есть такое, когда человек тебе что-то сделал хорошее, а ты ему говоришь «Алладан кайцын». Пусть вернется тебе от Всевышнего наградой. Вот поэтому «Алладан кайцын». Чтобы у вас все было хорошо. Так, что еще? Вот это делаю. Достану тесто. Помните, с творогом делали? Я в шорс выкладываю короткие видео. И кто-то спросил «А можно полный рецепт?» Я, конечно, не знаю. Я там пишу. Видео вышло. Выйдет скоро на моем канале. Потом все оно выходит следом. Но почему-то все равно спрашивает. Будьте, пожалуйста, внимательны. Но все равно ссылочки я не ленюсь. И отправляю тому, кто спросил. Погода. Погода у нас так. Ветер сильный, шквалистый. Потом перестает. Потом снова ливень. И туда-сюда. Купила немножко рассады еще. Чуть-чуть совсем. Купила лен, цветы. Потом что-то герань взяла. Что-то еще. И семена мама попросила. Взяла все же. И мама высаживает. Я ей говорю «Давай я». Она говорит «Нет». Я сама. Ну все. Раз я сама. Юлия Меньшова, я сама. Знаете, надо такую передачу. Вот. Так и это она. Так. Что еще делали? Вот вернемся к тесту из творога. Значит, тесто я хочу крутить на мясорубке. Так срезать. Помните, крутили наручной? И печеньки. Но если я буду успевать за этой электрической бешеной машиной, то я, конечно, постараюсь шах-шах-шах-шах. Но, так как она шумит, я, конечно, сделаю звук потише и постараюсь в быстрой обработке это для вас, чтобы было доступно видео. Так. Теперь что? Эту картошку, ладно, пока еще не нужно почистим. Картофель жарится быстро. А первое, включу духовку где-то на 200 градусов. И попробую это печенье сделать. Оно получается тогда такое красивое. Сахаром посыплю и в духовку. А что еще потом? Потом что? Огородик. Немножко покажу, что посадили. И кому интересно, может быть, будет. Кошка жива-здорова. Я уже слышу. А кошка, а кошка, а кошка. Кошка прекрасно живет. Так. Кошек-то много. Одной больше, одной меньше. Так. Что еще? Хотела испечь тортик. Кстати, у нас 15 тысяч подписчиков стало. Это благодаря вам, уважаемые подписчики, мои дорогие, прекрасные. И благодаря моей работе тоже. Не буду себя в тень, да, отправлять. Поэтому вас я также поздравляю. Спасибо вам большое за ваши пожелания, за ваши комментарии. Это помогает каналу развиваться. Поэтому, думаю, видео мои вам нравятся, раз вы пишете. Так. Что еще хочу? Ребята и девчата. Так. Мне пришло одно долгожданное письмо от Google Adsense. Без этого письма канал невозможен. Поэтому это долгожданное письмо я сниму потом. Позже я даже его не открывала. Об этом отдельный ролик сниму. Возможно, кому-то это нужно. Все эти такие нюансы. Кто, у кого канал, хоть и небольшой, тот знает, что такое ждать письмо от Google Adsense. А дальше давайте готовить. Вот мое тесто. Оно уже несколько дней стоит в холодильнике. Знаете, где оно. Есть ссылочку, оставлю тоже на это видео. Вдруг кому-то понадобится. Сейчас ничего с ним не делаю. Буду как бы кусочки отрезать и через мясорубку их срубать. И вот сюда прямо на лист. Лист помяла. А то он туда-сюда вот такие лозит. А я его пожамкала и на лист положила. Так. Духовку я уже включила. Поэтому сахар приготовлю. Не знаю. То ли в коричневый. Это не так сладкое тесто. Поэтому, возможно, буду в белый сахар обмакивать. Конечно же, постараюсь как-то вот так их этот. Ну, чтобы мне удобно. И в сахар. Но посмотрю как. Потому что мясорубка эта крутит очень быстро. Тут вот может возникнуть нюансы. Поэтому вот я не знаю. Дорогущие мои друзья. Сейчас посмотрим как сделаем. Примерно, может быть, вот такие возьму как на печеньку. Столько типа хватит. Типа и все. Ну, посмотрим. Сейчас с миляхи начнем. Пока у меня получилось такое. я подровняла руками но почему-то вот хочу именно такие как будто бы они как воздушные что ли будут вот так сахар отправляю и все и на лист и все и таки делаем дальше если вы также хотите такой трюк совершить то заранее приготовьте примерно размер печенья вот где-то какой у нас будет но не забывайте что тесто там же еще остается поэтому приготовьте такую лопаточку и будете вылавливать это тесто и все и макать сахар и туда главное успеть вовремя выключить мясорубку скажите вас зачем это возня такая вот так мне почему-то захотелось много не буду выпекать вот этот лист вот такой вот мы интересная и между ними как бы же пространство будет хорошо выпекаться сейчас ближе покажу вот такое 4 печенья получается в ряд и 5 так 20 штучек должно получиться ну вот и все девочки обычные такие жгутики крутите на мясорубки и все ничего такого красивого но когда испекутся я думаю не будут нормальные так не захотелось я поставила на режим конвекции включила на 25 минут можно и без конвекции но я так решила включила посмотрю в процессе так сейчас мясорубку мою убираю картошку чищу готовлю не знаю сегодня планировала испечь тортик ну не знаю вот думаю 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 да еще буквально сейчас прочитала такое сообщение что мне пишут спасибо большое тесто видимо из теста для пирога из рецепта для пирога приготовили тесто получилось все прекрасно вкусно очень понравилось я рада я счастлива когда у вас получается у меня нету я ничего не скрываю как есть так и готовлю все вы видите все ложу ну не знаю не мелью я нету у меня вот этого весы есть но нет времени измерять поэтому как есть говорю знаете что у вас обязательно получится лишь бы был настрой еще мне пишет зритель говорит у вас такая скотная земля ничего нового ну что сделаю земля не может быть скотной не пишите так земля нам дает все силу энергию дает нам то что мы кушаем не может быть земля скотной скотной только может ваше вот это дети 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 вечно вечно недовольны что за люди почему вы всегда недовольны как мне вас жалко вам тяжело жить вы постоянно чем-то недовольны вы даже недовольны чужой землей ведь вам зачем она всем и такую скотную у нас очень хорошо растет очень чему я благодарна поэтому как я уже сказал у хороших людей все это все хорошо поэтому будьте хорошими будьте добрее увидели что-то что вы нового хотели я не знаю я уже с одного перескочила на другое что вы хотите нового увидеть вы думаете что сегодня посадили а завтра здесь сады расцвели такого не бывает я тоже так хотела но такое только в сказке а здесь нужно пахать 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 чтобы потом бабать и сад такой или огород красиво так что дорогие огородники они меня поймут что за это великий труд когда руки все вот тут вот все черные и куда ты идешь и смотришь и думаешь ой скажут же нереха а по сути это не нереха а ты пахарь вот что я хотела сказать в дурацком огороде видели вот такую клубнику не увидите в дурацком-то огороде а женщину вон то в дурацком огороде видели а вы поработайте так тяпочкой то восемьдесят три года а и а и 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 пушку жареная благодать дождик моросит если у вас есть дурацком огороде нет посмотрите на эту чудесную клубнику а вы что думаете это просто она просто растет тогда нет конечно же и так кусочек как дурацкого огорода и скудной земли вы увидели поэтому удивляюсь конечно людям но это как бы пустота а в них пустота пусто и как говорил наш поэт всемирный омар хаян в одно окно смотрели двое один увидел дуще грязь другой листовый зеленый весь весну и небо голубое в одно окно смотрели двое смотрели двое но каждый видел по-своему поэтому каждый видел по-своему вот что печально поэтому заполняйте свое пространство душевная пустоту добротой а если вы запомните добротой она к вам обязательно вернется от улыбок хмурый день светлей от улыбок небе радуга зашется поделись с улыбкой своей и она к тебе не раз еще вернется помните пире и тогда наверняка друг запляшет облака и татарат запиликает на скрипке с голубого ручейка начинается река ну а дружба начинается с улыбки вот так и мы начинаем с вами с улыбки поэтому мы друг друга с вами любит ну правда мы с вами друзья подружки хоть и например мы виртуальные правда но кто знает в жизни вдруг когда-то встретимся всякое бывает ведь мир тесен поэтому знайте что мы друзья с вами вот еще песня там какая-то пока чищу картошку друг беде не бросит лишнего не спроси может что значит настоящий верный друг вот это песни же какие были прекрасные как прививали в человеке хорошая там любовь дружбу а сейчас что я не знаю какие-то песни и вообще что-то у них я не знаю иногда слушаю думаю что такое вообще о чем там поцелуи конечно все вот это понимаем время меняется вода меняется и все меняется эти каким кинжалем я хочу эту картошку я стараюсь максимально тоненько но я человек не экономный я считаю что совсем стругать ее толстая не надо но и и совсем тонко ну что мы там спасем сколько сантиметров и ты на один укус я не люблю такое что-то при прижиме статок даже и в трудные времена когда жили я старалась прямо так вот вот прям вот так вот и за это там детей ругать что не дай бог там они лишнюю картошку со стога линии если тонко совсем лезать мы в итоге соберем кожурки вот столько ну там вот вот жменьку там один раз ее съесть и сходить извините знаете куда дает и картошка а за это ругать и дружбу терять вот и рассказала вам и почистил за одну картошку много не будут нам этого будет достаточно недавно было солнышко снова похолодало обещает прохладную погоду вот и печенье не испеклось выпекалась 20 минут при градусах 200 тут испеклось тут испеклось все такое для печенья очень такое хорошее тесто и знаете что как то что за счет за то что я на мясорубке прокрутила как я уже говорила она внутри быстрый клоши вот извините жую и говорю картошку мою и на этой терке такая знаете соломкой средний протру и на сковородку и все терочка конечно это опасненькая что там говорить надо брать матерчатые перчатки перчатки и натирать ну и я подстрахуюсь так уже буду смотреть чтобы сделать жареную картошку с моей кожи так вот такая соломка получается для картошки это очень хорошо чем стоять резок быстро готовим пришли разделись все купили молодую картошку и все и приступаем вот так и вот эти большие четыре картофеляны представьте сколько здесь целая сковородка у нас любит жареную картошку тем более когда она на сливочном масле еще бы на домашнем еще бы я не ела и еще товарищи тоже и все вот так и вот столько картошки получилось теперь что это уже не горячая печенье отставляем достаем сковородку моей бабушки древнюю такую в которой картошка получается волшебная все и будем жарить без крышки жарю сначала я наливаю немного растительного масла нагреваю хорошо а потом уже картофель отправляем потом лук репчатый потом в конце уже джусай можно зеленый лук солим перчем и все и под открытой крышкой главное чаще переворачивать чтобы получилась хрустящая корочка вот и все и после уже где-то в процессе вот как первая корочка пойдет я добавлю сливочное масло ну думаю что там про картошку жареную правда рассказывать сейчас кто-то же скажет ой рассказывает как нам жарить картошку ну каждый может быть по-разному готовит еще я люблю картошку с фаршем жареную очень вкусно представьте четыре картошины и полная сковородка это же лапше четыре картофелина а ведь сковородка большая очень это же старинная сто с чем-то лет больше наверное вот честно говорю грамм не брал сковородка моей бабули бабули уже сколько нету лет тридцать ну сколько да тридцать чем-то она девушкой была у нее была эта сковородка ей досталось ну представьте посчитайте внуки убийцы огурцов так они любят огурцы это какой-то кошмар смели огурцы огурцу показалось мне ну помидоры сейчас помоют джосой помидоры помидоры есть кабачок джусай так кабачок тоже слайсами его натрут он же молодой совсем и вот так вот так сделаю и с помидорами все и оливковым маслом кунжут что-то сделаю думаю что с скажите с картошкой жареной салат любой вкус еще не солила я я сразу не солю потому что когда сразу солишь как будто бы выделяет влагу начинает поэтому потом начинает солить в процессе перчить солить сейчас немного еще поджарится и я положу сливочного масла все так мою крупно режу и все картошка на и прекраснейше готовится все так ножик помыли все готово сейчас займемся нарезкой помидоров посмотрю что за помидоры если твердые крупно резок тоже знаете когда твердые помидоры не очень-то хочется решила вот так на дольки и потом еще на вот такие половинки а середина в помидорах вообще что-то отдельное что-то с помидорами случилось с серединой они все какие-то странные все ну у меня вроде нет соевого соуса я бы так залила бы соевым соусом луком было бы вкусно ну нет так нет вроде бы нету картофель жарится пусть и все так а это уже придется вот так слайсами а больше никак этот кабачок главное чтобы он тоненький был перца чеснока все места вот вас идет он вот так вот так тоненько вот такими пластиночками все здесь возможно а жусай же надо нарезать жусай еще оставлю на это вот скажите сюда на картошку будет вкусно у него запах чеснока чеснока с луком так что соль перец оливковое масло конжут вот вот что еще все чуть-чуть сахара у меня еще есть оказывается немного халапине перчик это просто он тоже сюда очень хорошо будет очень вот его рассол тоже сюда все оливковое масло соль перец сахар все у меня вот такое душистое горитское подсолнечное масло подсолнечное немножко его оно придаст такой хороший вкус салата венегрет вот любим добавлять именно с запахом масла все салат готов очень даже хороший вкусненький и вот этот молодой кабачок он в принципе заменил огурец и все до золотистой корочки уже жарится помидор кабачок сахар обязательно два масла можно оливковое растительным заменить запахом маслом джусай зеленым луком чеснок перец соль все вкусно ох какая корочка мммм ммм вот так сжарится все под открытой крышкой если вы тоненько катушку нарезали она хорошо обжарится а если конечно толстая то придется ее сначала обжарить а потом уже накрыть крышкой ну что я вас учу вы же у меня девчата и парни с мешком опыта все джусай сейчас уйдет сюда почему я так делаю можно же сразу зачем тысячу раз мыть там что-то не хочу сейчас уже добавлю можно уже добавить этот джусай все все болда болда это все и все я пошла прибираться убираться а вам желаю всего прекрасного хорошего наилучшего а торт оставляем на выходной день думаю что в пятницу вечерком мы с вами испечем тортик и украсим и отметим 15 тысяч подписчиков это хорошее число